Псалом 119 Псалом 103, стих 15 и первое послание к Коринфянам, 6 глава, 10 стих, мы зададимся следующим вопросом. «Является ли смертным грехом пьянство?» Давайте прочитаем сначала текст из 103 Псалма, 15 стих. «И вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Здесь как бы говорится о винопитии, как о неком акте веселья. Но уже в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 10 стих, мы находим такие слова. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Естественно, возникает вопрос, что же тогда винопитие – это веселье для сердца, как елей, как хлеб, то есть то, что укрепляет сердце человека, или это источник смертельной опасности для человеческой души. Потому что мы прочитали, что пьяницы Царство Божие не наследуют. В послании к римлянам первоверховный апостол Павел, это 13 глава, 12-13 стих, пишет «Ночь прошла, а день приблизился, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света, как днем будем вести себя бесчинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни солдострастию и распутству, ни ссорам и зависти». Оказывается, так как прежний этап нашей жизни прошел, «Ночь – это жизнь в безверии, жизнь без Христа, ночь – это жизнь вне церкви, потом происходит наша встреча со Христом, это день, день приблизился, и мы должны отвергнуть дела тьмы, облечься в оружие света, это все оружие Божие, о которых мы как-то недавно говорили, и надо вести себя как днем, не так, как мы вели себя, будучи невеждами, когда была ночь нашей души, а как христиане мы должны вести себя, не предаваться ни пированиям и пьянству, ни солдострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Здесь вот одной строкою – пирование, пьянство, солдострастие, распутство, ссоры и зависти. И корень этого зла, конечно же, вино. Почему очень важно нам избегать пьянства? Святитель Иоанн Златоуст понимал разницу между этими текстами, где сказано, что вино веселит сердце человека, и подобными текстами, где говорится, что пьяница Царствия Божия не наследует. И он видел источник одного состояния и другого состояния. Поэтому он говорил, виноделие учреждено Господом, пьянство происходит от дьявола. И мы тоже должны иметь подобный взгляд, казалось бы, на противоречивые позиции. Почему нам надо удаляться от пьянства? Во-первых, этот изъян в самом человеке обусловлен тем, что он не просто пьет, можно действительно пить и веселиться в сердце, но он пьет слишком много вина и горячительных напитков. И вот в результате он утрачивает способность разума контролировать действия. Он говорит такие вещи, которые человек не скажет в обычном нормальном состоянии. Он допускает такие поступки, которые никак не оправданы для него. В обычной жизни он никогда бы не поступил таким образом. И вот в этом смысле пьянство означает, скажем так, не грех в таком вот явном виде, а то несовершенство, которое приводит нас ко греху. Поэтому сказано, в пьянстве блуд, в вине блуд, в пьянстве ссоры, распри, в пьянстве совершаются убийства. Во-вторых, пьянство, оно как бы указывает на такое состояние, когда человек становится несовершенным. Рассудок отключен, мир чувств обнажен. И это, конечно, как бы сдача в плен силам зла. Потому что если разум отступает, чувства могут возобладать, а средоточие чувства — это сердце, а мы знаем, что исходит из сердца, Христос говорит. Из сердца исходит блуд, убийство, кражи и всякая иная нечистота. То есть в таком состоянии человек не может себя по-настоящему контролировать. Есть такое библейское правило, очень важное, его надо знать и помнить. Если о каком-то явлении говорится двояко, как о пьянстве сказано, вино веселит сердце человека, то, что мы прочитали, и в то же время сказано в другом месте, что пьяница Царствия Божия не наследует. И есть как бы россыпь текстов по книгам Ветхого и Нового Завета, где говорится о негативной стороне этого явления и о положительной стороне этого явления. Какое определение этого явления должно быть доминирующим? Как это определить, как это вычленить из массива разных цитат? Очень легко. Надо вспомнить, где в Библии впервые говорится о том или ином явлении. Это будет доминирующая характеристика этому явлению, которое может быть и со знаком минус, и со знаком плюс. Но если первое упоминание со знаком минус, то надо проявлять осторожность. Если со знаком плюс, то как минимум не терять бдительность. Так вот, о пьянстве впервые говорится в книге Бытия. Это 9 глава, 20-21 стих. «Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник, и выпал он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем». Итак, мы видим, что прародитель Ной, дети которого Симхам и Афет являются родоначальниками человеческих рас, он повел себя неблагоразумно. Есть точка зрения, что Ной вообще первый человек, который изготовил вино, и он как бы не знал, что из этого может получиться. Но есть точка зрения, что, к сожалению, Ной вынес из допотопного мира вот эту страсть и перенес ее в мир после потопа. Такое тоже может быть. В любом случае, такое его состояние вызывает брезгливое чувство, несогласие с такой неумеренностью. Но так как он был отец, то два сына почтили его. Но чтобы не смотреть на его такое состояние, они шли задом, чтобы не видеть наготу своего отца. Ну а другой сделал это событие источником для посмешища. Это Хам, отец Ханаана, и за это был проклят Ханаан, сын Хама. И мы должны понять, во-первых, так как вино может оказаться слишком крепким, и пьющий, может быть, не осведомлен об этом, такое пьянство, оно как бы может иметь место без греха, особенно если оно не связано с непряжением. И вот по общему мнению, опьянение Ноя, о чем мы читаем в девятой главе книги «Бытия», вот оно могло быть таким, то есть со стороны как бы Ноя, но не говорится, что он что-то сделал дурное при этом, нарушил какие-то принципы, поступил враждебно или опрометчиво. Но это не всегда так. Когда человек должен задуматься, что винопитие превращается в болезнь, когда человек вдруг видит, что в выпившем состоянии он начинает становиться агрессивней, злее, вот это первый симптом того, что надо остановиться. Это уже не просто веселье для сердца, это порочная страсть, это болезнь, которую надо как-то лечить. Далее. Пьянство может возникнуть из гедонистического чувства вожделения, когда, употребляя вино чрезмерно пьющий, он сознательно идет на заглушение гласа своей совести. И вот люди, которые становятся хроническими алкоголиками, на начальном этапе они срываются в такое состояние, у них есть какая-то нераскаянность внутренняя, то, что их тяготит. И без этого допинга алкогольного они бы не чувствовали себя уверенными, счастливыми и так далее. Но это иллюзия. Потому что, как бы, убегая от одной проблемы, они делают проблемой тот образ, то действие, с помощью которого они заглушают память о чем-то таком, что им неприятно. Поэтому апостол Павел и говорит, что пирование и пьянство, то есть посиделки за столом, и пьянство при этом, это не проходит бесследно. Это движение в сторону тьмы, а если мы христиане, мы во свете, потому что с Христом, а он источник света. Зачем нам двигаться от него? Если говорить по существу, является ли пьянство смертным грехом, конечно, да. Во-первых, в апостольских канонах мы находим такое уточнение. Епископ, священник или диакон, предающийся игре или пьянству, либо побуждающий к этому других, если не уймется, да будет не зложен, то есть запрещен в священнослужении. Иподиакон, чтец или регент, кто совершает подобное, если не уймется, да будет отлучен, то же самое относится и к Меренину. А что такое отлучение от церкви, от церковного общения? Это лишение спасительных средств, без которых человек спастись не может. отлученный не исповедуется, не причащается. А вы знаете, братья и сестры, что может произойти с нами, если какое-то длительное время мы будем лишены вот этих средств спасительных. Однажды я был свидетелем разговора между верующими людьми, и один удивлялся, почему там люди других религий позволяют себе там взрывать невинных людей, случайных людей, скажем так, прямо, что это за сатанелость, а сатанелость. И другой верующий ему сказал, так у них же нет ни исповеди, ни причастия. Вот ты без исповеди что чувствуешь? А без причастия? И верующий согласился, да, я себя долго не исповедуюсь, не причащаюсь, действительно какая-то сатанелость возникает. И тот, который задал вопрос, говорит, так они вообще не знают даже, что такое исповедь, они даже вообще не знают, что такое причастие, что такое христианское крещение. Поэтому шужу удивляться. И с нами такое произойдет, если мы не будем иметь доступа к спасительным средствам. Грех пьянства, он состоит в неумеренном вожделении и употреблении вина спиртного. Во-первых, человек не знает о том, что пьет неумеренно и от этого опьяняет. В таком случае пьянство как бы может быть без греха и простительно, если человек первый раз сидит за столом, он не знает свою меру. Но если ты знаешь свою меру, один мужчина мне сказал, его мера – это две рюмки маленьких, и все. Третья рюмка – он знает, чем это кончится. Во-вторых, человек осознает, что пьет неумеренно, то есть знает свою меру и нарушает ее, но при этом не знает, что вот это может приобрести хронические какие-то последствия и сработать значительно хуже, чем тот опыт, который был до этого. Ну, известно, что хронические алкоголики могут опьянеть и от одной рюмки, стопки водки. В-третьих, человек отдает себе отчет в том, что пьет неумеренно и знает, что он опьянеет и все же предпочитает напиться, чем воздержаться от питья. Вот такой человек точно является пьяницей в самом хроническом значении этого слова. Святитель Амбросий Медиаланский говорит, нам заповедано остерегаться пьянства, которое препятствует нам избегать тягчайших грехов. То есть пьянство наоборот, способствует тому, чтобы мы совершали тягчайшие грехи. Амбросий продолжает, ведь то, чего мы избегаем, когда трезвы, мы несознательно совершаем, когда пьяны. Следовательно, пьянство в строгом таком смысле слово это смертный грех. Потому что такое состояние может сделать тебя и убийцей, и прелюбодеем, и вором. И другой вопрос, может ли пьянство оправдать грех? Ну, мы знаем, что в светских законах, кстати, не во всех странах, если человек совершает какое-то преступление в выпившем состоянии, это вообще отягчающее обстоятельство. Но не во всех законодательных системах. Августин говорит о том, что причиной прощения Лоту кровосмешения послужило его опьянение. Потому что в книге Бытия сказано, что он не помнит, как он лег, и как он встал, и кто к нему приходил, и что он делал. Поэтому Августин говорит, что вину Лота должно измерять не кровосмешением, а пьянством. Потому что если бы он не опьянел, он бы такого, конечно, никогда бы не совершил. Таким образом пьянство действительно может выглядеть как что-то такое, по причине чего происходит временное безумие. Временное безумие. Временное помутнение. Но в чем эта проблема? В том, что ты знаешь, что когда ты неумеренно принимаешь алкоголь, ты можешь совершать вещи ужасные, которые в обычной ситуации ты не совершаешь, не позволяешь себе их совершать. Поэтому лучше отказаться целиком от пьянства, вести трезвый образ жизни, чем играть в такую опасную рулетку. Конечно, пьющий человек нуждается в поддержке других людей. И особенно пьющий человек, когда он входит в болезненное состояние алкоголизма, я вам уже сказал, что алкоголизм начинается тогда, когда человек не просто расслабляется во время выпивки, а начинает проявлять агрессивность. то, чего не было. Это первый симптом такого настоящего алкоголизма. В послании к Галатам, 6 глава, 2 стих сказано, «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Нам очень важно заботиться о больных. И человек, который довел себя от такого состояния, когда проявляется агрессия в его винопитии, после этого он не остановился, не пошел путем исцеления, не обратился к специалистам, не прибегал к спасительным таинствам для того, чтобы преодолеть эту страсть, это проблема. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. кто прежде всего носит бремена пьющих людей? Это жены и мужья, пьющих жен и пьющих мужей. Но в то же время в Священном Писании сказано, 1 Коринфянам 7,16 «Почему ты знаешь жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Если в старые времена в основном пьянство было мужское и жены носили бремена своих пьющих мужей, то сейчас ситуация изменилась. Сейчас есть непьющие мужья, у которых пьющие жены, и они носят бремена. Мне даже известен случай, когда мужчина очень много пил, и женщина боролась с этим явлением, женщина это его жена, он стал выходить из этого состояния, а она запила. И теперь он несет ее бремена, вот эти ее трудности. Исцеление возможно. И есть такое интересное свидетельство об исправлении человека, который проводил нетрезвый образ жизни именно по молитвам его жены, а она обращалась в молитвах к преподобному Сергию Игумену Радонежскому, моли Христа Бога спасти душам нашим. Это из пролога. Жена одного служащего, некая Мария Николаевна Гордеева, рассказала на Троицком подворье архимандриту Крониду следующее. «Мой муж, говорила она, после брака не переставал вести нетрезвую жизнь. Все свободное время он проводил в пьяных безумных оргиях. Однажды, находясь в неописуемой скорби, доводящей до отчаяния, я сидела одна в своей комнате и решила призвать на помощь преподобного Сергия Радонежского. Я так горячо молилась ему, что у меня потоком лились слезы. Вдруг вижу, вся комната осветилась неземным светом. В этом свете идет ко мне дивный старец неописуемой доброты и духовной красоты. Подойдя он отечески, приветливо сказал мне, успокойся, раба Божия Мария, молитва твоя услышана, и твой муж нетрезвым больше к тебе не придет. Жизнь твоя отныне будет мирная. Я поклонилась ему в ноги, он меня благословил и стал невидим. Через несколько минут после этого введения раздался резкий звонок. Когда я отворила дверь, вижу мужа. Но он совсем не такой грозный, каким являлся прежде. Поразительнее всего было то, что, войдя в переднюю, он опустился передо мной на колени, зарыдал и стал просить прощения за свою безумную жизнь и мучения, причиняемые мне. Он склятвуя уверял, что это уже в последний раз, после этого он стал неузнаваемым, совершенно трезвым и высоконравственным. И 15 лет нашей дальнейшей супружеской жизни с ним я прожила в мире и согласии. Чтобы человеку реально пережить вот такое исцеление, он должен вожделеть трезвости. Не вожделеть пьянство и всего того, что связано с этим грехом, а вожделеть трезвости. И если кто-то из пьющих слушает эту беседу, вспомните, что были же моменты вашей жизни, когда вы принимали решение не пить. И вспомните, как менялась ваша жизнь в эти мгновения трезвости, как нормализовывались отношения с женой, с детьми, с друзьями по работе, как вы лучше себя чувствовали, как пропадало и уходило беспокойство, нормальный сон. Вожделейте трезвости. Друзья, почему нам важно распространять экзегет? Что значит распространять экзегет? Передавайте эти передачи другим людям, бросайте им ссылки на те передачи, которые могут оказаться злободневными для них, когда мы говорим о тех проблемах, которые есть именно у этих людей. У меня есть знакомые в Нью-Йорке, в Канаде, в Сан-Франциске, и когда им присылаю ссылки на новые передачи, на новые беседы, они сразу распространяют по своим знакомым, а те по своим знакомым. И сейчас экзегет смотрят и в Канаде, и в Соединенных Штатах Америки, в Австралии, в Германии, во Франции, и на просторах благословенной Украины, Белоруссии. Дай Бог, чтобы Слово Божие, оно распространялось. Ведь смотрите, что сказано в послании к римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера отслышания, а слышание от Слова Божия. Здесь, на библейском портале Экзегет, именно потому, что он и называется библейским, мы стараемся говорить от Слова Божия. И в книге Деяний Святых Апостолов, 12 глава, 24 стих, сказано, Слово уже Божие росло и распространялось. Если вы имеете личную православную христианскую заинтересованность, чтобы Слово Божие росло и распространялось, бросайте ссылки вашим друзьям. Рекомендуйте им подписываться на библейский портал Экзегет, чтобы им и вам вовремя получать сообщения о новых передачах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. видео. Оцени, и подпишись подпишись и подпишись и подпишись Продолжение следует...